Ну что ж, меня зовут Игорь, я, собственно говоря, плохо вас всех представляю. Единственное, что мы довольно давно знакомы с Игорем Булатом. Ну, или так, 25-я. Да. Не произноси таких числений. По другому поводу тогда знакомы. Мы участники семинара Олега Михайловича Наговицына, колодия формы, ну и так далее. Спасибо, Бог, все не связано. Вот. Ну, собственно говоря, мне предложили сообщить о чем-нибудь. Я решил сказать о своем последнем впечатлении, которое хорошо довольно укладывается в общий мой интерес к философии. Общий мой интерес лежит, как месторомодно это звучит, в области метафизики. Вот. Течение формы философствования, точнее, в нынешние времена крайне непопулярное по разным причинам. Вот. Но я придерживаюсь той точки зрения, что все-таки метафизика возможна. Не в той, конечно, раскритикованной форме, за которую, собственно, ее все отвергали. Вот. Ну, в некоторых других. А в этом меня укрепляет, например, работа Олега Михайловича Наговицына, которую он делает. Вот. И из последних впечатлений, что у меня только укрепило в этом намерении продолжать метафизику, это то, что на днях буквально был десант представителей такого философского течения, как спекулятивный реализм. Это очень, ну, это очень новое философское течение, которое возникло, если я правильно понял, в 2007 году. Вот. И сейчас постепенно набирает обороты, обрастает сторонниками. И вот, собственно говоря, общая суть этого спекулятивного реализма состоит в том, что это довольно разномыслящие люди, разрабатывающие разные области философии. Но их объединяет та идея, что они ищут путь преодоления, ну, если совсем устарелыми терминами, субъекта объектного, субъекта объектной оппозиции. То есть доступа, получение доступа в философии к такой реальности, которая не требует в качестве необходимого условия сознания. И мне само по себе это показалось весьма любопытным. Вот. Не могу сказать, что я готов влиться в встроенные ряды этих спекулятивных реализм. Но люди, они интересно мыслящие. И вот один из ходов, совершаемых этими спекулятивными реализмами, я хотел сегодня воспроизвести и послушать, как это воспринимается. Потому что для меня это новость. Для вас, я надеюсь, тоже новость. Вот какие мы видим здесь недостатки, возражения и так далее. Более конкретно я отталкиваюсь от кусочка книги Греха Мохаммана. Общее название книжки, сейчас я скажу, по направлению к спекулятивному реализму. Это, собственно говоря, сборник его статей, лекций довольно разнообразных. И здесь речь идет о возобновлении метафизики в континентальной философии. Ну, поскольку континентальная философия, я надеюсь, понятно, что я имею в виду. Так принято называть европейскую философию выходцами или представителями аналитической философии, которая, как правило, англосаксонская, то есть самая близкая на острове, вот эта вообще доля за океаном располагается. Значит, общая мысль, которую здесь Харма нам предлагает, состоит в следующем, что возврат к метафизике для континентальной философии является совершенно необходимым шагом, и этот необходимый шаг оказывается продолжением нескольких интенций, уже существующих в европейской философии, но в данном случае он апеллирует к тому, что, собственно говоря, переход к той или иной форме реализма, к метафизике, будет осуществлен в качестве продолжения метода Харбекера. Что мне показалось крайне неожиданным и любопытным. Вот. Я тут попробую произнести цитату. Значит, лучше всего, что это обращение не следование команде, исходящей извне, имеется в виду извне, текущей континентальной философии, но ее действительно исполнение ее центрального философского инсайда, как бы надо сказать, инсайда? Прозрения. Прозрения, скорее, да. Вот такого некоторого нового взгляда, который был привнесен Харбекером, который есть как бы подлинное основание континентальной философии. Ну, здесь не основание, а колонна. Ну, по-русски так не скажешь, что самая настоящая колонна, которая держит здание этой континентальной. Ну, да, ну, просто у него буквально сказано пилор, это как бы колонна. Вот. Она, конечно, поддерживает, но по-русски у нас такой метафорой выглядит. Постанет. Он даже очень смешно называет его, что Хайдегер «to be a kind of guerrilla metaphysician». То есть он как бы представляет из себя на самом деле род метафизического партизана, который вот декларировал другие совершенно с собой интенции, но в действительности он такой вот с партизанскими методами протаскивает метафизику и философию. Вот. Ну, это как бы уж совсем загиб, но во всяком случае речь идет о том, что развитие того метода, который мы находим у Хайдегера, ну, вернее, одного из методов движения, который мы находим у Хайдегера, действительно, видимо, ведет к своего рода реализму. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что в бытии и времени там самый известный метод, который мы находили в бытии и времени, называется дозайн-аналитика. То есть анализ тех форм дозайн, в которых, собственно говоря, он пребывает, в которых из одной в другую переходит дозайн. Слежение этих форм. Господа, я вот совсем не знаю аудиторию, поэтому вот надо как-то что-то сейчас сразу комментировать. Вы давайте дымовый сигнал. То есть, так сказать, незнакомыми словами не ругаться и прокомментировать дозайн-аналитика как-нибудь. Это самое главное, ту идею, которую они устреляют, ты воспроизведи, а потом вам могут по ней уходить. Ты же предлагаешь какой-то мысль. Да, да. Ну, просто, чтобы все слова были понятны, это бы из-за того. Согласен. Вот. Но Харман в данном случае опирается не на дозайн-аналитику, а на представление Хайдегера о двух видах сущего. Подручное и наличное. Соображение у него такое, что хотя, скажем, наука использует сущие как наличное данное, но наиболее исходным модусом существования сущего является не наличное данное, а подручное данное. Это означает следующее, что всякое сущие не есть некое определенное нечто, а есть инструмент, утварь для совершения чего-то. То есть, сущие получает свое определение не в силу своей определенности той или иного рода, а в силу того, что это сущие участвует в отношениях и будучи встроенным в эти отношениях в человеческий мир или просто в мир. У Хайдегера нет сугубо человеческого мира, просто мир. Но мы должны понимать, что это мир, конечно, мир человека, мир культуры, а не мир, с которым имеет дело физика. Так вот, то сущие, которое является подручным, и тем самым оно встроено в систему взаимоотношений, в систему взаимовлияния, в систему даже взаимовлияния. То есть оно является таким, сущие является инструментом, сущие является утварью, и именно в этом его, собственно говоря, есть основания считаться сущим. Что в чьем человек? Ну, с человеком несколько сложнее. Он для многих родит, а так. Ты приходишь, и видишь банкет инкционист, кроме того, она уступает не в качественной консультации, а в качестве того, что она сейчас тебя обслужит, соответственным образом, счет тебе заведет, деньги делает. Точно так же и стол. Есть способ, когда мы делаем в качестве личности, стол есть некая субстанция, есть некая сущность. А есть так, что стол, факт стола, отсылает нас к моей способности за ним сидеть. Дверс, то, что я закрываюсь, открываюсь. Точнее говоря, за ним работать. Ну, это... За ним работать или за ним, например, как застолье. Ну, как застолье, скажем, да. Но оно отсылает меня к некой моей способности. Или ты не согласен с ним, что именно так надо понимать. Отсылает твоя некая способность за этим столом сидеть. То есть вот это есть некое понятие орудийности любого вещи, любого вещи. То есть, вонтус подручности. Не, ну, может, не так. Может, если это другие точки зрения. Не, ну, здесь, мне кажется, что есть детали, которые надо прояснить. Но если в этом есть потребность. Ну, просто тогда для меня получается, что все сущее, ну, только для нас только то, чем мы пользуемся. Если сейчас не пользуемся, одно не сущее. Ну, почти так, да. Ну, в любом случае, есть действительно некоризвентальная точка зрения, которая говорит, что мы мир у меня так воспринимаем. Как выключатели, включатели, начальники, подчиненные, операционистки, слесаря, сантехники и так далее. Хорошо. Вот для меня там наиболее интересно тогда, а зачем? Ну, это же одно из, или один из вариантов. Я, например, могу сказать, что все сущее – это то, что вызывает у меня какие-либо чувства. Не вызывая чувства, значит, несущее. Потому что, ну, реально любой объект или субъект вызывает какие-то чувства у нас, независимо от наших желаний, и через это сущих. Зачем именно такой подход? Зачем? Ну, вот после, вот, Хадигер предлагает насмотреть мир, в контексте логийности. Да, я понимаю. Нет, то есть, у него… Нет, что это дает? Это объяснить можно. Это дает то, что мир получается не субъективным, а… Ну, в общем, сущность мира в том, что он орудие. Если мы будем говорить о том, что мир, сущие для меня, это то, что вызывает некие отношения к нему в субъекте, то мы будем исходить из предположенности субъекта, который уже обладает каким-то набором качеств, способностями и так далее. А Хадигер же хочет начать там, где нет необходимости таким образом определить субъект. Конечно, конечно, среди этих вот сущих, которые подручны, есть такое специально выделенное, которое он называет «дазрой». Это вот мы с вами. Что называется? Все. То, что раньше называлось человек… Каждый имеется в виду, не все, а каждый. Для меня, если я нахожусь в ситуации орудийности, «дазрой» только я сам. А вы все подручные. Игорь мне что-то рассказывает там. Кто-то бы еще… Все остальные не являются «дазрой». Это совсем сложная история. Я предлагаю эту интерсубъективность не трогать. Оно не совсем так. Но нам достаточно, что вот я имею, я в качестве сущего, конечно, части этого мира, по мнению Хайбекера. А орудийность, если понимать, как вещи… В смысле орудийность, не всякая же вещь является орудием для чего-либо. Всякая. Ну всякая практически. Да, фиксируется… Если она не является… Некая такая установка восприятия… Как пать не воспринимаю. Фиксируется такая установка восприятия, когда у тебя весь мир удерживается от одной саморудийности. Я не знаю, там для дикаря телевизора, это же не орудие, правильно? А не важно. А можно колотя их? Не-не-не. Нет, да я буду смотреть. Мир поступает в качестве орудия. Вопрос только в том, что то, что для меня орудие – телевизор, а для дикаря – орудие – телевизор. Но мы просто по-разному орудуем этим орудием. Но для нас обоих – это орудие. Что-то привязка к функционалу человека, я так понимаю. Не к функционалу. То есть, как бы претензия самого Хайдегера состоит в том, что это исходный слой реальности. Не то, что человек привносит, а это исходный слой реальности. Ну, вроде бы, это не трудно, что действительно есть такие люди, которые всю жизнь проживают вот так. Ну, они обычно называются психотиками и воспринимают людей как не субъекты, а как объекты. Ну, да. Ну, по крайней мере, такое тоже есть. И мы эту точку зрения можем легко восстановить, воспроизвести. Что мы живем в неком мире, где все для нас является орудием. Кто-либо, что кто-то за нас в очереди постояет, кто-то нам денег заплатит. Ну, есть же обобщенная точка зрения, да? Что просто сказать, что весь мир – это некий связанный текст. А почему текст? А почему текст? Ну, что орудие, я не знаю. Какое орудие для нас? Облако, допустим. Вот, вот это, вот в этом, кстати, будет память вот этого самого Грэхэма, к которому я сейчас могу и перейти. То есть, он, собственно говоря, что нам хочет сказать? Сначала он повторяет общеизвестные вещи, да, что вот Хайберг полагает, что сущее как таковое, оно орудийно всегда. Это, конечно, ведет к некоторым следствиям для меня самого, для Дарзайна. То есть, я оказываюсь… То есть, там есть отдельная история, что из себя этот Дарзайн представляет, почему его нельзя назвать субъектом, как это называлось раньше, почему его нельзя назвать, не знаю, там, Рэскогитенс. Это как бы отдельная тема, вот, и, в частности, там, принципиально важно, что вот как для вещей, обычных вещей, есть два модуса существования. Один как бы более подлинный, фундаментальный, а другой менее. Для вещей самый подлинный способ быть – это быть подручным, но не наличным. А для человека есть собственный способ бытия Дарзайном, и есть несобственный способ бытия Дарзайном. Вот когда Игорь приводит пример, что мы сталкиваемся с апелляционисткой в банке, она существует несобственным образом. Она существует, вот, по мнению Хайдегеля, вот в таком специфическом модусе человеческого бытия. Это не означает, что она не может быть собственным образом. Можем. Но вот здесь и сейчас она бытийствует несобственным образом. Точно так же, как и я. Я тоже могу бытовать несобственным образом. Непонятно. Для нее, в ее системе координат, она собственным образом существует, в вашей системе координат нет. Нет, она тоже, в ее системе координат, она тоже бытийствует несобственным образом. Потому что для нее этот образ, то, что Хайдегель называет, является навязанным образом, таким безликим мы. Ну, то, что по-немецки называется «даст мам». Я бы тоже с Аркаши согласился. На самом деле, собственная несобственность-то имеет отношение только ко мне. Не к операционистке, только ко мне. Я могу быть и собственным образом, а быть несобственным. Что такое собственное, это еще загадка большая. А что такое несобственное, это понятно. Да, я пошел, пошел, там, руководить офис-менеджером или какими-то там еще, или грузчиком. Я буду существовать несобственным образом. Мне кажется так. Нет, ну извините, тогда получается, ты несобственным образом существуешь, сейчас держа стакан. Ну, быть может, да. Понимаешь, но… Ты ко мне в путь не загнаешь. Получается… Есть люди, и мне это кажется так, что они из несобственности, из неподлинности своего существования, просто слова, неподлинности, никогда не уходят. То есть, правильно ли я понимаю, что эта теория была создана для того, чтобы, ну, показать, что человек может существовать в своем восприятии по-разному, то есть для самого себя. И может, наконец-таки, начать жить для себя. Ну, непонятно, как он может начать жить для себя, но то, что у него есть несколько различных форм существования, это да. Ну, как, ну, например, что-то делать, я объясню, как. Смотри, есть же пассивная позиция, а есть там проактивная, да. Проактивная позиция. Проактивная позиция о чем говорит? Я там, по пассивной, что я делаю, потому что мне сказали, а проактивная я делаю, потому что это нужно мне. А это без разницы, и то это будет, и система неподлинности. Да. И то это будет, скорее всего, система неподлинности. Тут надо просто понять, что разница, ну, то, чтобы понимать, о чем говорит Хайдиггер, надо, как бы, понимать, что я говорил в классической философии, да. Просто у Хайдиггера абсолютом стал дозен. Вот раньше был некий абсолют, да, и, как бы, все люди в свете этого абсолюта рассматривались. Хайдиггер абсолют исчезает, собственно, сам дозайн уже и назначает, вот, все слова, подлинность, собственность, несобственность. То есть он и есть то мерило, относительно которое все измеряется. Все становится орудийным только потому, что так устроен дозайн. Если бы у нас был бы абсолют, который существовал где-то наверху, да, помимо человека, то мир бы не был бы орудийным, естественно, да, потому что мир создан Богом, а не человеком. И мир, он таков, каков он есть. Да, есть какая-то истина какая-то есть, да, которая вот расположена вокруг нас, которая имеет собственную природу, и есть мы, люди, которые к ней приспосабливаются. Совсем другое, по-другому пониманию. Поэтому все становится наличным. Почему? Почему в классической классификации все становится наличным? Не потому, что это не подлинный, не собственный способ бытия, а просто потому, что есть абсолют, который установил так, как установил. А люди только просто в этом установлении, они просто расположились. Другой разговор у Хайдиггера. Если Бога нет, да, если никакого абсолюта нет, а есть только человек, то в мире только так, как устроено для человека. Так все становится антропомощным сразу, так все превращается в орудие, все располагается вокруг меня, Потому что я, собственно, являюсь тем, относительно чего все отчитывается. И вся совокупность мира, вся его содержательность и прочее. А на основании чего он сделал человеку по поводу земли? Потому что вот философия дошла до того, что Ницше сказал, что Бог умер, Хадиггер развел руками. Подумал, и да, Бога нет, давайте строить новую метафизику без Бога. Но мир-то есть. Мир есть, но мир теперь устроен таким образом, что разворачивается вокруг дозаи. Раньше как бы мир сам был по себе, и приходил к нему субъект, и пытался понять, как же мир-то устроен, какова его истина, да? То есть, как-то устроен мир, в нем есть какая-то своя истина. Сейчас он приходил и пытался эту истину исследовать. А теперь другая ситуация. Истины-то нет уже никакой. Есть та истин, которая там где-то за пределами, вот, кажущейся нам. Да я понял это, да. Я, кстати, выясняю, а есть же... Иноменно, существует. Есть же, если дозаи не один, как говорится. Столько, сколько людей. И есть же некие вещи инвариантные относительно перехода одного до сайта к другому. И они-то, собственно, и являются. Их можно назвать истиной. Ну, получается, что... А что это такое за инварианты? Неизменно. Ну, я не знаю, там, какие-то способы восприятия, способы мышления, там, еще что. Не знаю, что это можно... Ну, ладно, хорошо. Мне-то понятно. Ну, допустим, проявили такую теорию. Я попробую здесь среагировать. Ну, в целом, да. В целом, они, конечно, есть, эти инварианты. Но... Так вот, если мы попытаемся всерьез отстоять позицию Хайдегера, то мы в результате придем к выводу, что эти инварианты, они культурно обусловлены. То есть, например, то, что является истинным инвариантом для всех нас здесь присутствующих, вовсе не является таковым для людей, выросших, я не знаю, там, в Китае. Ну, возможно. Но есть такие инварианты, которые одинаковые для китайцев и для нас. Например. Законы природы. Законы природы. Какие это? Тяготение. Нет, законов природы никаких нет. То есть, вот в чем дело, да. Поскольку вся претензия Хайдегера состоит в том, чтобы вскрыть некий слой реальности, который донаучный. Нет, ну, дела даже нет. Пусть донаучный. Ну, не знаю. Стенку увидят на этом месте, и мы увидим стенку, и китаец, и негр, и кто угодно. Ну, да. Ну, для кого-то все. Я о таких инвариантах не говорю. Нет, я уже... Нет, 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 давайте так. Разговор. Просто, да. Так нет, объясните мне. Это всякое... Это знаешь же, говорит Хайдер, всегда мое бытие. Мое. Нет, ну, просто Стас хочет что сказать, как я понял, что мир-то все равно остается... Еще раз, ребята... От того, что мы поставили человека в центр, как... Что, мир-то все равно остается. Это тоже богородская интерпретация. Нет, нет, это не... Когда я говорю, что все вокруг человека выстраивается, это не значит, что все выстраивается в своей силе. Это не он в центре, а все относительно его восприятия выстраивается. Дело в том, что ведь есть же вот этот зазор между орудийностью и наличностью. Мы же понимаем разницу, что значит быть наличным и что значит быть орудийным. Значит, субъективность, она не полностью, как бы, то есть то, что вокруг нас мы обнаружим, не полностью заражено какой-то субъективностью. Конечно же, есть в этом что-то инвариантное, есть что-то, как бы, что сохраняется, независимо от нас, существует и прочее. Просто эти вопросы не ставятся. Важно, чтобы все, вообще-то, понимают, у всех есть некий опыт, вот это действительно, как говорил Булат, различие между наличностью и орудийностью. Вот этот опыт между ними и нашим отношением к миру уже, на самом деле, удерживается. Непонятно, как эту интуицию раскрывать. Действительно, вроде, такая интуиция есть. Действительно, мы можем, можем легко воспроизвести вот эту ситуацию, когда мы живем в мире орудийности. Кресло, стол, ну, диван, потому что появилась дверь, чтобы ее закрывать, закрывать. Домофомин того, чтобы звонить, я могу кого-то запишать там. Какой утилитарный, потребительский, об этом. Да, да. Ну, в некотором, да, огрубление, это действительно утилитариф. Точнее говоря, из этого через, там, много-много ходов утилитаризм будет следовать, да. Но мы все понимаем, к чему это приведет. Вот, поэтому, ну, вот, такова просто эта точка зрения. Просто, Валерий, и тут еще важно понять, что есть два способа дать человеку достоинство. Один способ – это сказать, что человек приобщен к абсолюту, к какой-то истине. А второй способ – что сам человек, да, как бы берет ответственность за самого себя. То есть не то, что существует где-то истина, он к ней приобщается. А что он сам, на самом деле, есть, это мерил и всего, истинный и прочее. Ну, а зачем для этого мир-то делать функциональным? Нет, это, во-первых, это феноменология. Мир высматривается как функциональным, это есть некий опыт, да, вот. И мы просто пытаемся сначала этот опыт понять, как он устроен, а потом уже… Мне просто кажется, совершенно непрещено для себя, что из-за того, что мир стал функциональным, человек стал какой-то ценностью. Совсем необязательно для того, чтобы… Мне кажется, мы долго так можно поступать, и мне вот тут все-таки непонятно. Хочу получить ответ на вопрос, зачем все эти теории нужны, что они дают такого нового, там, какой прорыв, может быть, происходит, и как их использовать-то, зачем? Я так, ближе к приклонению. Да, то есть ты пытаешься в ситуацию держать в ситуацию в университете, мы понимаем, да? Это какая-то некая позитивная критика происходящая. Понятно, как вы думаете? Здесь ответов есть два. Вот мне сейчас понятно. Значит, ответ номер раз. Зачем вообще пытались феноменологи, Гуссель, потом Светон Хайбери и все прочие обратиться к некоторой роде реальности, которая донаучная, например, и вообще до всех остальных практик, в том числе и как бы вполне бытовых практик. Цель была вполне классическая. Положить более твердое основание для наук. А в чем оно более твердое основание? Ну, штука здесь просто в чем? Научное отношение к миру страдает тем недостатком, по мнению философов, что оно принципиально фрагментарно. Что ученые прекрасно сознают, и это даже одно из достоинств науки. Но в силу своей фрагментарности, по мнению философии, это, стало быть, ведет нас к ненадежному знанию. Ну, грубо говоря, физик исследует не то же самое, что химик. У них предмет исследования разный. Поэтому фундировать науку философия всегда как собиралась? Собиралась тем способом, что указать на некоторое общее для всех наук основание, на некоторое общее понимание сущего, от которого дальше происходит дифференциация научных предметов. Но нужно найти ту исходную точку, из которой они могут расти. Сами науки этим не занимаются, потому что им это не нужно. Но вот этим занимаются философии. Там, на самом деле, конечно, можно спорить, нужно ли нужно это науке. Может быть, достаточно выстраивать некоторую метод теорию, которая будет заниматься сгубо такими методологическими аспектами науки, и этого будет достаточно. Я прошу прощения, а это то, что ты сейчас говоришь, с точки зрения Хайдеггера, с точки зрения этой спекулятивной оптимизации? Нет, нет, это с точки зрения феноменологии, и что Буссельдерской, и что Хайдеггеровской, тут ситуация одинаковая. Зачем ищется вот этот вот некий фундаментальный смысл бытия для того, чтобы фундировать науку? А фундаментное означает положить науке? Положить фундамент. Ну, положить фундамент в том смысле, что найти то понимание сущего, которое будет предшествовать любому научному пониманию сущего. Но оно всегда будет фрагментарное, потому что это фундамент. Ну да. Но с другой стороны, я себе тоже... Что будет фрагментарно? Вот это фундамент. Фундамент будет фрагментарен? Ну, безусловно, это фундамент. Потому что его определение фундамента. Да, определение фундамента. Нет, нет, нет. Он не является всеобщим в том смысле, что этот фундамент будет разделён на кусочки конкретными науками, и каждый возьмёт себе свой кусочек. Всеобщность фундамента науки не в этом, а в том, что... Я бы его фрагментально рассмотрел в рамках других фундаментов, то есть он часть других фундаментов всё равно окажется. Аркадий, Аркадий, здесь такая проблема. Либо мир один, и фундамент у него, конечно, один. Либо мир распадается на новый мирок, тогда и фундаментов много. Ну, так я просто и говорю... Но, с точки зрения той работы, которая работает в Гусе, как я говорю, мир один. Но мир один фундамент. Все равно, если у тебя есть мир, и у него есть фундамент, то фундамент, как части, гораздо меньше всего целого. Поэтому, как бы, говорят, речь идет от частичности. Притом, я с этой интерпретацией Хайдиггера в ко мне не согласен. Гусар-то да, он действительно пытался найти некоторые основания позитивные всех наук. Давайте вообще говорить так, что не только Гусарем, начиная, наверное, там, с Дикарта. Дикарта, безусловно. Вообще, всё это пошло от Дикарта. Уже совсем нет. То найти ту аподектическую истину, от которой развернули всё. Мы понимаем, что здесь начинаются материи, по которым может быть дискуссия. Но я просто пытался ответить на конкретный вопрос. Это первый. Это первый ответ. А второй ответ неизменен с тех пор, как его отчетливо произнес Аристотель. Философия есть наука самая бесполезная, но самая благая. Именно в силу своей благости она является такой притягательной для человека. Но она самая бесполезная. А почему была благостина? В чём была благостина? Ну, если, как-то... Можно пояснить, потому что я просто попытаюсь, да? Вот Богу нечего делать. Чем он занимается? Он занимается самосозерцанием. Так вот, он наиболее счастливое существо, наиболее абсолютное, всемогущее и прочее. И человек, у человека всё, что он может достичь, это вот такое состояние, как состояние божества. То есть быть таким же созерцательным, таким же счастливым, таким же абсолютным. И так далее. То есть именно в этом отношении, что оно бесполезное, но Бог ничем не занимается. У него вся деятельность состоит в самосозерцании. Так же и человек. Человек должен подобиться Богу, если он хочет достичь вот этого блаженного состояния. Поэтому это бесполезное, но самое блаженное. Или в другой категории, что мы живем не подлинным образом, а счастье и должное состоит в том, чтобы у него какую-то подлинность обрестим. Вот как раз философия и другие способы обретения подлинности нам и не интересны. И всю жизнь уже можно разжить, думая, что бокал передо мной – это то, с чего я пью. Есть же такая странная точка зрения. Что бокал – то, с чего я пью. А с того, зачем я сижу, я работаю, я на кочем лидеру. Но вот эта функциональность, она как раз заводит в этот тупик. Понимаете? Самосозерцание, то, о чем ты говоришь, что мы неизвестно, откуда пьем, главное, что мы пьем, и получаем до этого удовольствие. Важно, что я понимаю, что в этой чашке, в ее созерцании, есть некая сущность, отличная от ее утилитального использования. Почему в этой чашке, как ты сейчас сказал, что в ней? А вот это задача философии, может быть, и нет. Ты понимаешь? Может быть, и нет. Я с тобой согласен. Может быть, и нет. Может быть, нет подлинности. Может быть, и нет подлинности, если не сплошной психоанализ. То, что на самом деле, то, что мы понимаем за подлинность, всего лишь на самом деле отражение. Как-то странно, если нет подлинности, если есть все иллюзия, то иллюзия, то, о которой можно говорить об иллюзии, если есть подлинность. Подлинность и иллюзия, собственность и несобственность всегда существуют попарно. Не бывает там, что есть только собственность или есть только несобственность. Есть только иллюзия или есть только подлинность. Да, поэтому подлинность мы и говорим, что у них тогда получается нечто психоаналитическое. Нет, просто это просто дозайн, собственно, для представлять собой некую возможность быть. Должен быть этот зазор. Соскользнуть, должно быть возможность, понятно, соскользнуть из неподлинности в подлинность, или из подлинности в неподлинность, да? Но должна быть эта свобода. Если у нас не будет таких категорий, да, то мы просто не сможем написать, в чем состоит дозайн, как возможность быть. Возможность быть подразумевает, что есть возможность быть разным способом. И вот эти все характеристики, подлинность, неподлинность, собственность и собственность, просто есть те характеристики, каким способом дозаин есть как возможность. Слушайте, на самом деле, вот слушаю вас, да, и вывод у меня вот какой, что философия развивается как некий инструмент дьявола, который отводит человека от Бога. Да нет, философия на самом деле отражает просто то состояние человечества или там общества, которое вот текущее состояние, да, духовное, которое потом действует. Что философия, на самом деле, это квинтэнсенция отпадения. Ну почему сразу отпадения? Дело же не вовремя. Есть некий дух, да? Дух времени есть. Просто философия — это способ отражения духа времени. Духа времени есть. Духа времени — это язычество. Ну это нет, это гиги видят. Дух времени — это гиги. Ну в твоей термологии это просто дьявол. Нет, это инструмент дьявола. Как заставить человека запутаться в своем сознании, чтобы отвести его мышление от Бога. Так что сначала надо доказать, что есть дьявол, да, который помогает Бога. Нет, зачем? Не надо ничего доказывать. Надо просто так его запутать в измышлениях, чтобы он начал ротом задумываться и понял, что теперь он Бога видит. Не может. А может, дьявол-то, нет? Не задумывался? Ну это тоже способ. Тоже способ. Тоже способ. Если нет дьявола, то дьявол-то не может. Да, с тобой согласен, что мы с ней разговаривать когда-нибудь дальше. Орудийность некая, да, первоначально. Это одна из разновидностей благости, безусловно. Или прелести. Благости. Философия прелести. Поиск подлинности – это прелесть, а именно вот эта замкнусь в аудийности – это и есть разновидность благости, согласен. Давайте все-таки перейдем дальше. Да, ну, просто чтобы здесь я отметился в этом разговоре. У меня один приятель как-то давно уже сформулировал, применительно к Гуселю, по-моему, но, видимо, это справедливо и к Хайбекеру. Он говорит, да, они замечательно описывают наше падшее сознание. Вот, да. Но они не описывают сознание святого. А кто описывает сознание святого? Просто, ну, они тоже этим не занимаются. Ну, во всяком случае, да, whatever. Да, святой настолько связан, что нафиг ему описывать сознание святого сознания. Да, это просто совершенно… Ну, как, бог с ним. Важное, что я хочу сказать, да? Ну, вот, нет у философа другого сознания. Вот оно такое. Но говорить, что философы морочат голову, чтобы увести, это некоторый загиб. Потому что тогда получалось, что они бы знали некоторое благое, такое, ну, в религиозном смысле слова, да, допадшее сознание. Они были бы такими Адамами до падения, а потом взяли бы и начали морочить голову себе и всем окружающим, чтобы… Нет, нет, это же всё намного хитрее. Смотрите, вот человек, который курит, да, собирается бросить курить, да, курит. Курение – это вредная привычка, правда? Ну, как обрести благость? Надо объяснить по себе, почему курение – это благость? Почему это полезно для здоровья? Или почему я сегодня не буду откладывать, потому что будет стресс, там, ещё что-то? И он хочет здесь 10 тысяч объяснений, почему продолжать жить так? Ну, вот то, что вы сейчас мне рассказываете, мне просто напоминает именно вот такой подход. Я не говорю, что это так. Просто это очень смахивает на этот подход. Как объяснить что-то, чтобы потом, ну, там, вот, сказать себе, что, ну, и хорошо, что всё. Ну, да, как алкоголик у тебя, потому что нужно обязательно полностью выпить. Да, это способ достичь противопоставления, говорят, алкоголики. Образование Албании, надо выпить. Ну, ещё чего-нибудь, тоже надо выпить. Ты про это хочешь сказать? Ну, и… Философ точно так же. Ему очень хочется выпить, и он подходит какое-то основание. Сможет так. Ну, да, чтобы, ну, вот эту благость достичь от употреблений философии. Нет, что необходимо в основании благость спадшего сознания. Благость. Благость употреблений философии в таких количествах. Да, потому что люди спокойные, нормальные люди живут и думают, что на самом деле, что бокал, его единственное существо, потому что из него пьют. Они очень об этом даже не думают. Не думают, они просто пьют. Да, они просто пьют. Они просто пьют, да. И не палятся. Да, и операционистка, она только операционистка. Её можно употребить несколькими способами. Согласись, да? Окей. Вот такие. А философы почему-то, чем… В общем, не люди, вот это вся хитрость, себе. А, себе, да. Чтобы вместо того, чтобы употребить операционистку, они над этим… Не просто, понимаешь, не хватает уже только операционистки. Им надо так её употребить, чтобы ещё с философией. Нет, ну отсюда надо вообще понять, что такое мудрость, по-твоему, Аркадий. Ой, да-да-да-да-да, я предлагаю вот это… Да, да-да-да, я тоже… Нет, 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 я тут никого не хочу обвинить или ничего такого не говорю, но просто я от философии совершенно не следующий человек. Но вот чем дольше я слушаю про это, а я так немножко разбираюсь в коммуникациях, то мне это просто привело в такую ассоциацию, на полном такую ассоциацию. «Принимайте, как вы хотите, я не даю никаких оценок никогда, что-то бессмысленно, да? Мы зайдём в тупик. Просто вот как-то так. И это не претензия, не упрёк». Да. Ну а то, что речь всегда оценивающая, ну это просто дефект самой речи как таковой. Да, это всё понимаем. Ну, в общем так, тут если, чтобы быть совсем справедливым по отношению к Хайдеггеру, хотя я не его фанат совершенно, да, то есть это просто последняя философия, которую бы стал разделять, там можно, конечно, потратить какое-то количество времени, усилий, чтобы понять всё, что в Хайдеггере можно понять, и отказаться понимать то, что уже понять невозможно. Мы этого предела не достигли. Вот, прозвучали в формулировке очень неаккуратные и несправедливые тем самым по отношению к Хайдеггеру. Но Бог-то с ним. Здесь как бы речь не об этом. Речь только о том, что наш герой предлагает обратить внимание на вот этот сам подход, да, усматривание инструментальности вещей, как обнаружение некоторого самого фундаментального слоя бытия, самого фундаментального слоя бытия. Все объективации, все способы, сама возможность возникновения науки, она как бы позже этого слоя. То есть вот этот слой может быть объективирован и станет предметом изучения науки. Но просто должна произойти его объективация, специальная его подготовка для того, чтобы наука смогла его съесть. Но поскольку сам Харман философ, он здесь ищет некоторые сугубо философские недостатки и предлагает обратить внимание на следующее. На то, что этот метод дает неожиданный результат, если мы его обратим на предметы не искусственные, а на естественные. Вот как коллега предлагал облако, вот у самого Хармана Солнце. Он говорит следующее, что если мы тем же самым подходом подойдем к Солнцу, то мы обнаружим, что в случае Солнца оно как инструмент для нас не выступает. Скорее так. Скорее мы, применяя этот инструментальный метод, применительно к Солнцу, вдруг понимаем, что первичным для Солнца является не его инструментальность, а просто реальность самого Солнца как такового. Он говорит следующее, что дело не в том, что Солнце есть инструмент, а дело в том, что просто Солнце есть. Так же все можно о чем уголом, так сказать. Я буду тут в том, потому что, ну, непонятно. Солнце же как инструмент у нас, да. Самый персонал. Почему именно, вот откуда вот этот вот, что именно у Солнца такая вот пышка? Нет, не... Мы же его используем как инструмент, оно нам светит, и мы используем его у лучи как инструмент. Да, да. Здесь это просто, ну, недостаток, что называется, пример. То есть, почему он берет Солнце, почему он берет такую вещь, ну, или он предлагает то же самое, если мы возьмем, например, части тела своим. Там получится тот же самый результат. Его идея просто вот в чем. Когда мы анализируем таким способом, то есть, вот как бы настроив свой взгляд на выявление операциональности вещей, да, на выявление их инструментальности, точнее говоря, мы легко эту инструментальность обнаруживаем, вот, например, во всех вещах, так называемых культурных вещах, то есть, сделанных человеком, эта инструментальность, это их подручность, она просто совершенно несомненно и бьет в глаза. Есть помимо... А как будет быть с такими понятиями отношений между людьми? Отец, сын, брат, сестра, там, ребенок. Это тоже все функционально, операционно, орудийно. Тогда появляется новая этика вообще, да? Ну а чего? Почему тебе не проявление... Ну если вдруг встал, если вдруг встал, арутия, там уже пристал в их трупах. А почему у тебя... Да. У тебя же есть антикронический императив Канта, поступая к состоянию, не так, как хотелось бы понять, на связи с кибель. Чем тебе не эрудийный императив? Он же эрудийный чтен. И вот классическая этика, которую мы имеем в том числе, кантовская, она эрудийная, насквозь этика. Возвращаясь к вопросу. Отец, там, сын, друг, жена, это, безусловно, возможные, особенно в рамках дозайна аналитики, предметы для изучения. Просто сам Хайдеггер до них не набирается. Единственное, до чего доходит явно, он более-менее формулирует свое решение проблемы Альдер-Эго. То есть, каким образом, благодаря каким механизмам нашей экзистенции, мы воспринимаем другого, как другого, вот как я. Такого же другого, как я, как другой дозай. Понятно, что после этого уже можно будет развить это и до более конкретных толкований, другой не просто как другой, а другой как отец, как сын и так далее. Это делали некоторые последователи. Хайдеггера, в частности, у Левинаса есть довольно много на эту тему. В чем состоит другой в качестве сына, в чем состоит другой в качестве женского и так далее. У самого Хайдеггера про это нет. Просто нужно сделать столько много шагов в его технологии, но он просто столько не успевает сделать. Поэтому прямой ответ, как у Хайдеггера, я тут дать не могу, потому что он сам про это не написал, об этом еще не успел подумать. Но, в принципе, ход к этому есть. У него есть способ относиться к другому, как к другому дозайну. Не просто вот как к чему-то подручному или наличному даже, но как к другому дозайну. Тогда не получается, что он просто возвращается к прежним картинам, как бы философским картинам мира, бытия и всего. Почему ему не вернуться? Ну, если он видит в другом уже не орудие, а дозай, то, собственно, как я понял, суть всей идеи была в том, что все орудийно. Если мы уже увидели в чем-то, в другом уже увидели не орудие, то уже, собственно говоря, да. Нет, ну след клинок же не сходится на этой самой орудийности. Еще раз, смотрите, тут на самом деле вот этот вот tool-метод, как он говорит, ну, в общем, просто-напросто умение усмотреть в вещах их орудийность, для Хайдеггера ну, это по объему в бытии и времени там место почти не занимает. Весь остальной объем – это так называемая дазайна-аналитика, то есть тот анализ, который прикладывается к себе самому. Вот. Никто же не говорит, что этот метод будет единым на протяжении всей его философии. Не значит же, что все абсолютно должно быть орудийным, чтобы принадлежать к предмету его философствования. Это просто определенный этап, это работает только по отношению к вещам. По отношению к другим людям это не так. То есть операционисту мы не можем рассматривать как орудие, да? Нет, можем. Почему не можем? Можем. Проблема… Как-то у него есть там, как он на этику затронивал, да? Вот с точки зрения этики он может рассматривать операционисту, должен рассматривать операционисту как дазайна или как орудие? Дело не в том, что должен, а что и не должен. Дело в том, как мы, каковы условия нашего отношения к этой операционистке, как к налично данному сущему, как к подручно данному сущему. Это можно понять. Кстати, ну, в качестве примера, да? Например, если там бить операционистку по голове, то, очевидно, мы с ней обращаемся как с налично данным сущим. Если мы ее используем по прямому назначению, она для нас оформляет некие банковские документы, то мы ее используем в качестве подручно сущего. Но вопрос в другом. как мы можем относиться к ней, чтобы относиться к ней не как к сущему, подручному или наличному, а как к другому дазайну. Когда мы сможем сделать это, мы сможем понять, как надо дальше модифицировать наши отношения, чтобы мы стали относиться к ней как к дочери, или как к жене, и так дальше, и так дальше, и так дальше. Просто, ну, есть некоторые этапы развития, детальности проработки этой мысли. Возвращаемся к сущему. У меня вопрос. Я понимаю, что мы можем получить в итоге метод, как научить человека общаться с другими людьми не как с объектами, а как с субъектами, не как с функционалом каким-то, не как с инструментом, а как с человеком с дазаймом. И наоборот. Я бы сказал, что наоборот, мы получим мощный изменение того, как разучиться общаться с другими людьми. Как с дазаймом. Как с людьми. То есть, если ты внедрёшь в нём видеть в нём дазайм, то это будет примерно означать с практической точки зрения, что ты полностью разучишься с ним общаться. Ну, с аэнтологией два, типа того. Вообще-то, я бы уходить, здесь ничего нового нет, про то, чтобы человек видел в другом человека, а не вещь. Просто классическая тема философии. Так что вы просто не на том педалируете. Не-не-не. Я просто подумал, что дальше, ну, как... Любой философикой. Тут опять что-то как... Человек должен восприниматься как цель, а не как средство. Для меня это... Такая принципиальная вещь. У меня сейчас вот там у сотрудников надо обучать, чтобы они к людям, как к людям относились. Блин, понимаете? Это у нас на речи. Потому что люди, как люди, и это... Тут такой же аспект и удивительство. Что значит интересоваться? А что, Паша, что это значит к людям, как к людям? А то, что у них какие-то есть болезни, у них есть... Потребности. Потребности. Неблагодарим взять кредит, проблемы. Вот это ты называешь относиться к людям, как людям. Но и я говорю, это опять то же самое с запутой свободеенности. Ты к ним... Способ... Если ты будешь человеком интересоваться как человеком, то этот человек даст тебе, скорее всего, закамейкой или подручным любым предметом по голове в благочайской благодарности. И в коем случае это не надо делать. То есть, способ увидеть в другом дозайне, это хороший способ... Хороший способ на самом деле разрешить с этим человеком общаться. Ну, вот я с Игорем здесь совсем не согласен. Эта часть меня просто как-то никогда не интересовала, но я совсем кратко знаю, что есть, например, такое... который увидел возможность перевести дозайн-аналитику в психоаналитические и психиатрические практики. И Хайбегель это лично сильно одобрял. Он провел несколько теоретических семинаров с психоаналитиками, с психологами из этой школы. Вот. Эти семинары опубликованы. Я просто... Звук у меня как-то пополам. Я никогда не читал. Но он совершенно точно видел преломление вот своих взглядов вот в этой сфере. Да, но это важно видеть, на мой взгляд, что когда ты пытаешься научиться с сотрудником банка общаться с библиотургами людей, это не означает, что ты собираешься сделать психоаналитиками этих самых людей. Согласен, да? Это нечто совсем другое. Поэтому, когда говорят, что на основании дозайна можно выстраивать некую психоаналитику, да, я согласен, можно ее устраивать. Но не в твоем смысле. Это не твоя задача. Твоя задача, чтобы они были милыми, улыбчивыми, расположены другим людям дружью. На это не то же самое. Чтобы они устраивали отношения с людьми. Да, чтобы они выстраивались с ними. То есть это тоже орудийная такая задача. Не видеть в человеке какую-то чурку, видеть нечто многообразное. Не видеть в этом бокале столько средств для наливания воды, но еще и возможно забивать мелкие гвозди. Ну вот так. или складывать туда полезные плотки используют. Или туда хомячка засунуть, там или чего-то еще. То есть это многообразно. Ты в этом смысле не выходишь за пределы выделенности. Хорошо, так все-таки возвращаясь к этому, к естественным вещам, и искусственным. Мысль его в следующем. Он приводит в Солнце, потому что полагает, что поскольку эта вещь не культурная, а естественная, то на ней это легче заметить. Что она не просто есть орудие, но она прежде того, как быть орудием, она есть. Она дана нам в качестве некоторой еще не расчисленной реальностью. Вы правы. В том смысле, что мы можем ту же самую операцию проделать по отношению к столу. Вопрос только в том, по отношению с каким предметом нам это легче сделать. Вот мысль американца в том, этого Грехома, в том, что по отношению к Солнцу это наиболее просто. Это не в этом мысле. А в том, что мы не знаем. Ну, Аристотеля же, если внимательно его читать, то он ведь сущностями называет только естественные сущности. Когда у него заходит разговор, допустим, о каких-то искусственных сущностях, о ложах, о домах и прочее, то он на самом деле начинает колебаться, является ли это сущностью или нет. Причем, как бы, в смысле материи дом, ложа являются сущностью. Но если, как у него, например, такое интересное, если ложа мы зароем в землю, то из него не вырастет другое ложе. Потому что, собственно, там естественно, там только дерево, то есть то, из чего ложа состоит. Здесь мысль та же. Солнце, на самом деле, является естественным, и оно само по себе есть его сущность. То есть мы его закопаем в землю, а не, дело не в этом. Дело просто в том, что, если, допустим, мы будем так же рассматривать стол, то он перестанет быть столом. Стол существует, является столом только в своей орудийности. А когда он перестает быть орудийным, он просто становится деревом. Да, куском дерева. Да, куском дерева. То есть, разница здесь в чем? Что все предметы, которые мы создали, сущность им придали мы. Мы наделили эти предметы эйдосами, а все предметы естественные, они имеют свой собственный эйдос, природный. В этом разница. То есть, у них есть внутренняя некая сущность, как говорил Аристотел. А у всех предметов, которые искусственные, мы им придали форму. Мы делаем из меди шар. Шар – это то, что мы придали меди. В этом разница. Если сравнивать сущности искусственные и естественные, разница состоит в том, что в искусственном сущности их орудийность – это то, что мы как бы и придали этим вещам. Мы так оформили вокруг себя мир, что он стал орудийным. А естественных вещах у мир, каков и есть, таков он и есть. И наша орудийность – это способ, в котором мы просто приспособились к нему. Но на это можно посмотреть с другой стороны. Вот и предлагается другой взгляд. Как это можно посмотреть? – Да, тут, конечно, уши Аристотеля торчат. Это безусловно. С той только поправкой, что, по мнению Грэхома, здесь речь не идет о сущности. То есть, нам не открывается сущность, и он не видит в этом смысле разницы в сущностях естественных и искусственных вещей. Вот, позвольте цитату. Значит, тезис в том, что Хайдеггеровский вот этот самый инструментальный анализ не показывает нам, что практика идет до теории. Дело не в этом. А более удивительно, то, что это показывает нам, что реальность идет до качества, до сущности. Его, как бы, мысль здесь в том, что мы обнаружим что Солнце обнаруживается не в качестве некоторой сущности нами, до того, как оно и есть инструмент, а просто это некоторая пустая реальность, еще бескачественная, еще до качества. Но она нами обнаруживается в качестве предшествующей реальности. Вот, как бы, в этом все было. Вот, как бы, реальность comes before quality. Дело в том, что Аристотель сущность, это не то, что мы понимаем, некая совокупность качеств, количество и прочее, а сущность, это, на самом деле, усия, это то, что есть. В буквальном смысле усия, на самом деле, оно ни о чем другом не говорит, как о чем-то отдельно существующем. Это потом оно рассматривается через категории качества, количества и прочее. То есть, то, что по определению является сущностью Аристотеля, оно как раз и говорит о некой такой реальности, которая до всех потом уточнений, связанных с категоризацией. Об этом и идет речь. У Аристотеля самого. У нас, в нашем языке, сущность понимается по-другому. Это уже нечто, что обязательно, качественное, количественное и прочее. Потом, с другой стороны, слово «сущие», например, у Аристотеля, оно как бы настолько многообразно, что оно включает в себя те вещи, которые мы уже сущими и не назовем. Например, числа, и всякое другое. Тут как бы надо драться долго и со вкусом. Нет, я просто к тому, что не надо скатываться к определениям. Просто вопрос с понятием, на самом деле, что можно говорить о сущности к смысле Аристотеля, можно как бы другой теме предложить. Говорить о сущем, только уже к нашим, то есть просто существующим. Но в любом случае, как бы, надо просто понять, в чем мысль состоит. Что мысль состоит в различении естественных и искусственных сущих, будем так говорить. Нет, дело не в том. Просто различить то, что есть естественные и искусственные сущие, нам помогает в общем, естественные сущие на их примере легче обнаруживать то, что обнаруживается на примере любой вещи. А именно, то, что до того, как нам эта вещь дана в качестве орудия и до того, как она дана в качестве качества, извините за то, и до всего этого, она есть реальность, пустой акт реальности, достоверности, если угодно, но он говорит реальности, до качества. столь не является таковым действительно, в том же отношении является некой реальностью. и до того, как мы определили его качество, он ничем не является, является там какой-то материи, чем-то таким. Кусок камня является. Бесформенный. А камень, кусок камня является, даже до того, как мы его определили. И в этом существенная разница между искусственными и естественными вещами. А здесь-то какая разница получается? Если есть некая реальность до всякой определенности, так это любая реальность, что стол, что там стул, что там солнце. Солнцем легче. В этом различии как бы нету различий искусственных Я могу только еще раз повторить. Просто на примере Солнца это обнаружить легче, чем на примере стало. Все. Больше тут речи ни о чем не идет. Да, то есть вот это же. Не говорил и говорил Ницше, что существует два полюса философской отдаренности Англия и Индия. Вот вам пример. Вот вам пример конкретный. Поскольку существует от определенного вода идеологическое и экономическое могущество, у нас это дело даже пытаются как-то воспроизвести. Да, это по поводу просто в качестве продолжения твоей этой шутки этот доклад он подготовил когда был когда работал в Каинском университете а прочел его в университете Берут поэтому да это вот в тех краях происходило примерно чуть-чуть не добираясь до Индии. А если пытаться его мысли я уже не знаю как она угрыха мать выражена если ее просто додумать ведь здесь же можно додумать здесь есть изначальное историческое развлечение действительно же есть сущности ну или сущие естественные которые сами по себе растения животные светило отдельные стихии это одно а есть другие сущие сущности которые мы создали столы стулья сущности то есть и в орудийности точно так же существует разница существует но вот для аристотеля это сущности в первую очередь они у него все берутся в качестве наличного бытия еще раз искусственные вещи не являются для него сущностями ну хорошо но сущностями в нем является только материя чего-то наличного так стоит ли все это выступает в качестве чего-то наличного для хадиги я пока не знаю они в качестве чего-то наличного еще раз различие подручности и наличности это различие несущественное там ну пускай для гадиги и существенно на самом деле здесь просто есть различие воззрения на реальность реальность она представляет собой некий связанный текст либо реальность можно на самом деле вот так вот фрагментировать и рассматривать его фрагментарно в этом только разница состоит можем ли мы выделить какую-то отдельную вещь и рассматривать ее, оглядывать, как гусель учит. Берем какую-то вещь, стол, и пытаемся в различные профили его изучать и попытаться понять, что такое это стол. Можем ли мы это сделать или на самом деле это всегда более вторичная ситуация по отношению к тому, что сначала стол существует в неком мире, он связан многими связями с нами, с миром, со стульями, с другими предметами и прочим. Это вопрос того, что первично, в феминологическом опыте. Но с точки зрения как бы самой сущности дела, что там что наличное, что орудийное, это вопрос уже интерпретации, а не самой сущности дела. Вопрос интерпретации изначального подхода. В зависимости от того, как мы примем изначальный подход, что мы назовем существующим, у нас и будет либо мир превратиться в мир наличных существ, либо он станет миром орудий. Потому что сказать, что мир есть мир орудий, это ведь тоже некая интерпретация. Это ведь не есть то, что мы сразу глазами видим, открываем глаза и видим, что мир есть мир орудий. Мы этого не видим. Да, вот именно так и видим, да. Открылись утром, бабах, у нас другие колодия орудия, кровать, бабах, орудия, компьютер, орудия. Вот именно вот так. Идем мы и думаем только о том, как популироваться этим миром. Да. Кстати, сознание святого, богослово описывает. Может, я вот покоил, подумал и придумал такую вещь. Есть люди, которые этим занимаются. Ну, я бы хотел просто, чтобы не было задних глаз. В этой связи можно сказать, что философия – это поле битвы как падшего сознания и святого сознания. Ну, не знаю. Я думаю, святые настолько святы, что они не отходят, боя даже не являются. Возвращаясь к Хайдегеру, опять же, да, у Хайдегера же бытие только одно – это бытие доза. Там никакого бытия солнца-то нет. Бытие солнца – это некое бытие… Если мы говорим о бытие солнца, это всё то же самое бытие доза. Так что, когда там Грехан что-то там говорит о том, что… Как там Грехан видит какое-то реальное солнце, это вообще непонятно, что о чём он говорит, если он говорит в контексте Хайдегера. Да. Наличное бытие предмета – это моё бытие. Нет. Ну, в контексте Хайдегера он говорит следующее, что да, если бы речь шла об изучении мыслей Хайдегера, там мы ничего такого не находимся. Тогда, действительно, доза – единственный свет в окошке, в котором бытие наиболее в себе являет, и так далее, и так далее, и так далее. Но речь о другом. Речь о том, что он предлагает вот вполне легитимное Хайдегерское рассуждение чуть-чуть расширить, что не противоречит совершенно никакому моменту мысли самого Хайдегера. И не противоречит, что характерно, дальнейшему развитию пост-Хайдегеровской феноменологии. И вот это расширение приводит к нас к обнаружению вот этой поразительной реальности до всякой определённости. И, соответственно, это реальность до всякого отношения, до всякой вот этой вплетённости в мир, как в текст, как сказали бы постмодернисты, до всего этого обнаруживается сам факт реальности. А он про Минито-то читал? Я тут такое впечатление, что колесо открыло бы. Ну, да. И потом его даже с этим колесом воевские тренды не опустили, он вещал две руки. Просто странно немножко. Предлагается в качестве нового слова нечто такое, что вообще... А он прислал миссионеров, да. Недаром речь идёт, я так понимаю, сначала речь шла о метафизике, а не о возвращении к метафизике. На самом деле предлагается сказать так, что давайте вернёмся к неким классическим образцам философства. Да ну ладно. Существует некое бытие до всякой определённости. Реализм он собирается вернуться. Нет, штука в чём? Почему это для него важно? Потому что если мы совершенно легитимно с точки зрения хайбегеновской феноменологии добираемся до этой реальности, добираемся до этой реальности, это означает принципиально важную вещь, что мы можем выстраивать метафизику реального, да, которая будет, ну, не подвержена просто критике со стороны Хайбегера и его последователей. А как если такая реальность на самом деле всегда субъективна? Мы же никогда не сможем сравнить эти реальности друг с другом. Она всегда кажется реальностью конкретного данного какого-то доза. Нет, это и у каждого решение не так, потому что, смотри, имеет смысл говорить, что это реальность какого-то доза, если необходимым коррелятом открытия этой реальности выступает доза. У Грэхэма этого не получается. Этого просто-напросто нет. Почему? Потому что доза существует только в качестве сущего, который вот присутствует в мире. А мир — это система вот этих взаимосвязей подручных сущих. Он как бы вплетён вот в эту систему отсылок. А если мы добрались до реальности, которая вне этой системы отсылок, значит, никакого дозаина при этом не присутствует. Ну а кто свидетельствует это? Эту реальность до всяких отсылок? И мы опять вернёмся к старому простому разговору про рефлексивному. Всякий раз, когда мы будем пытаться выскочить из субъекта, мы всякий раз попадаем в ловушку того субъекта, который свидетельствует о том, что мы выскочили из субъекта. Кто будет свидетельствовать о том, что мы... Да, я понимаю. И они, кстати, вот все эти ребята... У Грэхома здесь это открыто не сказано, но это у другого. У Миясу, француза, высказано просто максимально откровенно. Он говорит, что да, вот этот аргумент, он очень сильный. Он простой, но очень сильный. Вы не думайте, что мы про него не знаем. Мы пытаемся найти как бы способы его поворотить. Если бы они знали эти способы, я бы постарался его понять и изложить. Так нет, но в этом вся субфилософия состоит, что их способов этих нет, и вся философия новоевропейская, там, с Декарта, начиная занимается этими, и ничего тут делать нельзя. Хорошо, тогда скажи мне, а какой субъект является условием данности Парменидовского Единого? Ну, там просто другое основание. Ля-ля-ля. Сначала ты сказал, что это то же самое, что Парменидовское Единое, но это реально всегда имеет корреля там в себе субъекта. Теперь я тебя спрашиваю, у Парменидов, какой субъект является свидетелем возникновения этого Единого? Абсолютный. Абсолютный субъект. Ля-ля. Нет там такого. Нет такого. Нет, дело в том, что если вы припомните... Где этот текст поэмы? Я вам просто поясню. Если вспомнить, что поэма, на самом деле, имеет такой боговодохновленный характер, там же не просто он пишет поэму, он куда-то там... Он возвышается куда-то на колесницах, его там море куда-то там уносит, и непосредственно богине ему рассказывает, да, дике, там, как на самом деле состроено. То есть, на самом деле, то, о чем идет речь, это все-таки позиция человека, это позиция Бога. То есть, они тоже... Тот рассказ, который рассказан в поэме, на самом деле, это рассказан с позиции Абсолюта. Только с точки зрения абсолютного мышления можно говорить о том, что бытие и мышление... Бытие и мыслить одно и то же. С позиции мышления самого Парменида так ведь сказать нельзя. То, что сам Парменид понимает, что небытия нет, значит, он понимает, что его мышление не тождественно бытию, раз он различает бытие и небытие. Поэтому только с позиции абсолютного мышления, для которого просто и высказать такое нельзя, да, небытие. Только с позиции абсолютного мышления есть вот это творчество. Вот тут мы имеем прекрасный образчик философской релики. Ладно, ну это правда релика. Честное слово. Так просто сказать, что это абсолютный субъект, это просто-напросто Бог, ну это не разговор. Тризис о творчестве бытия и мышления ещё можно обсуждать, а вот это как обсуждать? Ну как? Даже если брать Гегеля, ведь Гегель никак не смог на самом деле обосновать свою философию, иначе как опять обратившись к абсолютному субъекту. И вообще вся философия классическая, она прошла под знаком абсолютного субъекта. И когда Хадигер впервые выступает, что абсолютного субъекта нет, когда у него даже такой позиции нет, возникает нечто новое. В отличие от тебя, у Гегеля есть очень подробное описание пути прихода к абсолютному. А у тебя он как чертик из коробочки. Вот тут же, в первой же точке начала философии, тут же абсолютный субъект. Ну это просто долгий разговор. Я сразу, конечно, выводы сказал, так это некий долгий разговор, действительно требует аккуратного выведения, там, анализа и прочее. Ну просто, когда мы говорим уже о Хадигере, да, вот у нас нет такой внешней позиции, на которую хотел бы поместиться и к грекам, и киософам, которые вместе с ним рассуждают об этом, да. Внешней позиции нет. Все, что можно, это только вот находиться в позиции доза. Другой позиции входа в этот мир, отсылающих друг к другу подручных сущих, нет. Единственные глаза, которые можно открыть, это глаза доза, и увидеть только можно этими глазами. Никакой внешней позиции нет. Это лирика, честное слово, потому что доза в качестве специфического сущего лишь в мире, лишь в системе вот этого сущего, взаимно отсылающего встроенного друг в дружку инструмента. Это он всегда при подручном сущем. Ну в крайнем случае при наличном сущем. Ну в самом крайнем. А здесь нет, весь мир при дозае. Не дозае присущий, как будто бы мир нечто главное, а дозае вдруг только обнаружился, да, тут как-то там заблудился, что называется. Наоборот, весь мир выстраивается вокруг дозае. И только поскольку есть дозае, и его бытие, да, специфическая экзистенция, все в мире приобретает характер подручности и экзистенциальности. Другая, как бы, ориентация совсем. У Хайдегера как раз так, как я сказал, а не так, как ты говоришь. Вся проблема в этом. Ну вот еще как бы одно замечание. Вот когда мы вообще обсуждаем какую-то философскую конструкцию, всякий философ всегда оставляет входы, да, вот как другой считающий там, да, или пытающийся понять систему. Как он, какую позицию должен стать, чтобы понять, о чем идет речь. Допустим, всегда, начиная с декарта, существует две позиции входа. Одна позиция входа – это вход непосредственно обыкновенный, да, вот человеческий, конечного субъекта, да, или просто субъекта, который развивается в системе. И второй вход – это вход с позиции абсолютного субъекта. Вот вход с позиции абсолютного субъекта – это как бы внешний по отношению к первому, да, он как бы надстраивается над первым, да. Когда мы говорим о субъектом-объектном различии, мы имеем в виду, на самом деле, что вот есть эти верхние позиции, где субъекты и объекты различены. Это совершенно не нужно. Достаточно простого субъекта, потому что он именно, его работа в том и состоит, что он знает объекты, отличает себя от объекта. Я знаю некое нечто, с чем в то же время и соотношение. Это все правильно. Все. Не нужно никакой третьей позиции. Тогда не поймем истины, тогда все окажется, что субъект только есть и все. Есть все субъекты. И все эти объекты – это другие способы существования субъекта, но это тоже проходили. Что все превратится в субъективизм, никакой истины не будет, никакой достоверности не будет, и все погрузится, так сказать, в сон сознания. Все. Все этим хочется. А как мы доберемся до истины? Ведь вопрос ставится не просто о том, как соотношение с субъектами, а идет вопрос об истинности. И для этого и нужна эта надпозиция, позиция абсолютного субъекта, которая как раз и разведет то, что относится только к нам, конечным субъектам, и то, что относится к истине. К тому, как на самом деле. Так вот, у Хадиггера как раз эта позиция схлопнулась, и ты правильно говоришь, абсолютный субъект не нужен для того, чтобы выстроить систему. Вот он и так и сделал, он и не стал. Ему не нужен абсолютный субъект, у него просто есть дазайн. Он даже слово «субъект» убрал, да, потому что, если нет абсолютного субъекта, и слово «субъект» не нужно. Просто некая дазайн, да, вокруг которого все выстроилось. А позиция одна, ход один. И никакого другого подступа к этой философии, кроме как встать на позицию этого дазайна, нет. И всякие разговоры о том, что так бы это со стороны смотрелось, это просто не философия. Ну, я ж тебе толкую, что задача Грея Хамара не состояла в том, чтобы воспроизвести точку зрения Хадиггера. Нет, но есть либо философская точка зрения, либо есть как бы просто, не знаю, там, как назвать, билетристика. Либо что? Мы либо входим в систему только теми способами, которые можно в нее войти, да, чтобы они были точны и строги в своем осуждении, либо мы просто занимаемся, там, обсуждением, там, непонятно чего. А ты так говоришь, как будто существует одна-единственная философия. Нет, существует как бы не одна-единственная философия. Но если вот существует субъект-объектное различие, если мы как бы в каком-то отношении понимаем, что это такое, то, как я говорю, входа в любую философию существует только два. Либо мы входим в эту философию со стороны того субъекта, который в системе развивается, либо мы входим в философию со стороны абсолютного субъекта. И если этот Грехом рассматривает эту позицию как-то со стороны, значит, он вошел в эту систему со стороны абсолютного субъекта, что запрещено, в принципе, категорической философии, поскольку такой позиции нет. Так он этого и не делает. Блак, ты сам все придумал и теперь его опровердаешь. Но ты опровердаешь не Грехом, а то, что сам придумал по поводу Грехома. Какой у него абсолютный субъект? Я говорю, дело не в словах, а в позиции. Есть некая позиция «надо всем», которая знает как бы истину, как все существует. Вот как у Гегель, на луги духа развивается система. Есть некая позиция «мы», которая понимает, как на самом деле происходит движение. Что происходит в сознании, и прочее, и прочее. Как и вести меня. Я предлагаю кому-нибудь еще что-нибудь сказать. Может чайку попьем? Да, все правильно, ладно. Это самое. Да, попьем чайку. Понимаете. Олег, знаешь, у меня другая метафора про тебя. Ты похож на яблоко, которое само себя грызет червяками, мыслями, чтобы понять сущность себя. Уже дырки со всех сторон в себя прогрыз. И все, блин, как-то сводится к одному. Оказывается, что яблоко – это и есть дырка. Яблоко – это и есть дырка.